В этих бассейнах сотрудники предприятия Аксанат Инжиниринг разводят форель. Ежегодно здесь производят 27 тонн этого вида рыбы. Форель с большим удовольствием покупают рестораны и рыбные магазины. Причем не только. Шимкента заказывают форель остончане и алматинцы. На данный момент на форельном хозяйстве имеется 10 бассейнов по 200 кубов воды. Форель у нас радужная, выращенная на родниковой воде, прямоточная на родниковой воде. Сколько воды заходит, столько и выходит. Это условия. Условие для форели температура 15 градусов воды родниковой. Экологическое оборудование позволяет очищать используемую воду, которая проходит несколько этапов очистки. Здесь наладили и полный цикл производства. От получения икры, ее обладотворения, до выращивания взрослой рыбы. К слову, в хозяйстве выращивают не только форель, но и такие ценные породы, как стерлядь и осетр. Уже в ближайшее время на предприятии получат элитную икру осетра альбиноса. Это один из самых дорогих в мире деликатесов. Ее мировая добыча исчисляется килограммами, а стоимость – миллионами. Килограмм деликатеса – порядка трех с половиной миллионов тенге. Одна самка осетра альбиноса дает не более 250 грамм золотой икры. Ох, нелегкая эта работа – удержать в руках осетра. Ну, никак этот красавец-альбинос не давался в наши руки. Все норовил ускользнуть. Отметим, что альбиносов от общей массы мальков выходит всего три процента. Икра осетра альбиноса имеет золотой цвет, но увидеть ее мы сможем только весной. А здесь и сейчас мы можем не только посмотреть, но и попробовать икру форели. Икра форели вот такого золотистого цвета. Честно говоря, я никогда не пробовала. Попробую первый раз, ну и загадаю естественное желание. Опять ты мне эту икру поставила? Не могу я ее каждый день проклятую есть. Хоть бы хлеба доставал. Вкус у икры форели приятный, нежный, икринки мелкие, порядка трех миллиметров. А цвет так просто радует глаз. Прозрачный, янтарный. Любая икра – это ценное природное лекарство, которое возвращает силы ослабленному организму, а также хорошо укрепляет иммунитет. Татьяна Бордель, Николай Иванов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании ОТРАР.